на набережной я можете есть мне кажется мы здесь были даже нет не были а это просто эти штуки они в этом посмотри как они этот камень положили санта миса скорее всего санта мисо а вот здесь есть спуск 5 евро за входа ничего себе что молиться странно не может быть все серьезно 5 евро вход стоит водила ну да что-то такое историческое так друзья находимся в городе санта-крус острова насла пальма называется канарские острова так пойдем тогда в ту сторону здесь у нас вон внизу проходит главная вот эта улица типа арбатская скажем так местные вот сейчас мы спустимся вниз и может по ней прогуляемся может вообще прогуляемся в общем посмотрим что у нас тут чему здесь как вы видите какая-то церковь или костел или в общем религиозное какое-то здание и почему-то туда вход стоит 5 евро не знаю почему видать что-то там может быть историческое что-то важное есть но здесь кроме этого есть очень интересно вот такие дома смотрите они старый черепицей со старой черепицы что не работают есть ну да это у нас атлантический океан самый прекрасный океан в ту сторону лежат очень красивые пляжи пойдем сейчас пойдем другую сторону пляже я уже записывал так что смотрите анзор того и вы увидите с просто наикрасивейший на и волшебнейший пляже который только существует по крайней мере меня эти места удивили своей красотой пейзажи горы скалы ландшафты сама вообще природа и вообще этот остров он насколько я понимаю этот острова пальма он самый такой скажем так зеленый из всех других остров я точно утверждать не буду дом вообще прикольно новая черепица при том сотри положено новый такой уже старый переделали при том так просто без без всяких вот этих вот пендрежи сделали но это лучше чем когда надо забивать чем вон то видишь там тоже антенны а то эти антенны которые наверху поставишь потом постоянно надо чтоб один телевизор смотрел точнее если ты смотришь телевизор один должен рядом с антенны стоять подкручивать ее и второй еще должен передавать твой сигнал тому какую сторону подкрутить не знаю но красивое дерево может быть даже и это дракония мне кажется все таки это не это дракония хотя может быть такие вот здесь интересные деревья вообще здесь очень много интересных деревьев особенно вот этих пальм всяких в тропических непонятных неизвестных по крайней мере мне неизвестных невиданных пропустим машину вон у нас стреляли как покушать кроме этого здесь есть вот эти драконовые деревья которые называются сейчас секунду проверю камеру вечно какие то здесь проблемы у нее с этим зумом в общем здесь есть эти растут эти драконовые деревья секунду Гонсалес Мендель 1843-1909 он тут жил какой-то пинтор пинтор не знаю что было а наверное художник художник да мастер а потому что эти кисточки ну да может быть Гонсалес тут жил друзья вот такой Гонсалес мы пока не знаем но он тут жил в этом розовом доме прикольно что он розовый и вот эти вот драконовые деревья здесь они если ты их режешь у них красного цвета такая пульса как кровь идет поэтому они называются смола тут пойдем сейчас секунду подожди-ка я все-таки не могу понять нормально работает этот зум у меня уже самого глюки так вроде он нормально работает пойдем здесь хотя если мы здесь пойдем мы выйдем на площади а если мы так пойдем куда лучше мы все-таки тут пойдем потому что там непонятно куда мы выйдем вот наверх идет вот с этими драконовыми деревьями была такая история вот это вот местная гуанчевская принцесса здесь вообще на этих островах раньше жили гуанчи местные племена аборигены потом испанцы пришли и всех вообще вырубили их вот и вот эта гуанчевская принцесса спасаясь от испанских солдат как-то залезла на такое дерево и солдаты начали обстреливать это дерево и оно начал выпускать вот этот красный цвет они подумали что это дерево тоже живое что оно а точнее они подумали что они убили из-за того что кровь как бы пошла и оставили ее этим тем самым она выжила но правда после этого они все равно ее где-то в другом месте кажется достали вот здесь смотри плитка видишь вот это друзья плитка у них здесь очень распространенная именно вот этот орнамент который мы сейчас видим вот да все таки вот чуть чуть неправильно вот но больше всего конечно плитка распространена в этом была в Португалии как в Португалии кстати нигде еще плитки не было так вот мы вышли на главную эту улицу вот мы только здесь окажется ага мы вон оттуда видишь прошли я думала может там где-то в конце так друзья я сейчас буду выключаться потому что у меня этот зум что-то он у меня как-то или мне кажется так или он у меня неправильно работает нормально показывает какая постоянно туда-сюда что-то скачет с этой камерой проблемы ну пойдем вперед тогда прогуляемся очередной раз по нашему Санта-Крузовскому Арбату пойдемте надо вообще узнать как эта улица называется это улица? да какое-то название у нее должно быть это что? а комната? 28 да? 28 38 34 в общем за 34 за 28 евро здесь можно снять комнату ну здесь разные варианты есть там были я помню за 50 евро были за 30-40 евро да это за 28 самая такая простая наверное комната то есть примерно вот такие цены а если так по-другому брать по большому счету в этом городе как бы делать и нечего потому что пляж находится туда чуть подальше минут 15-20 надо пройти смотри это же вот этот элькорт вот этот магазин да но это не магазин это в ядже это путешествия поездки здесь продаются ага вояжи путешествия да 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 расширяются тихий спокойный городок и иностранцы которые сюда приезжают они как бы надолго здесь не задерживаются потому что в основном едут на этот куда на пляже что там? вот это вот дракония может быть так вот же который мы видели оно точно такое в принципе а нет похоже там другое видишь на конце там тоже были такие на конце сейчас которые мы видим такие же были? ну значит может и это есть исла де ля пальма может быть сложно сказать 40 центов стоит открытка ну просто интересно здесь что-то вообще есть ты имеешь в виду что есть на острове или что есть в этом магазине? а? что есть на острове на острове на острове есть точно эти деньги а? да 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 точно наверное вот он кажется этот кратер который нет что написано? может быть? ла пальма это куда вот куда сбираться надо сан-мартин это нет тот называется мучангас или мучачус что-то такое называется вот это да хоть мучачус ну-ка давай посмотрим ух ты ничего себе вообще серьезно нет 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 ну пойдем посмотрим дальше и вот путешественники вот так вот друзья надо учиться учитесь у испанских детей смотри заодно и футбол изучает смотри все да да и спортом занимается и математику и географию и все вместе и бег все побежал вот у нас художественная какая-то выставка выставка проходит какие-то картины выставляются вот тут 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 такой городок иногда здесь бывает очень шумно когда здесь люди какие-то вот эти мессы здесь проходят религиозные разные праздники движения а иногда вот вообще никого не бывает вот в данный момент как бы видите хотя бы пару человек на улице есть а иногда здесь гуляешь ни одного человека просто даже вот специально даже увидеть хочешь ни одного человека нет особенно когда сиеста но сейчас уже наступает вечер я думаю сейчас чуть-чуть попозже они начнут вылазить уже вот кстати нету никого в окне закрыли закрыли обычно в этом окне все время сидит или один или два человека и о чем-то постоянно общаются и смотрят как здесь народ гуляет да видать сейчас у него тоже сиеста вот у нас магазинчик назвал барахла Турту ту 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 Пройдемся, посмотрим, что на этой стороне. Собака красная. Ага. Здесь очень, кстати, с древней, ну, старые здания есть. 1700 год, 1500 год даже тут есть разные. Особенно вот эта церковь и еще пару каких-то зданий, они очень старые, лет по 500 годам. Ну, смотри, здесь какая улица, видишь? Можно по этой пройтись. Пойдем. По безликой улице. Ага, вообще не проводим. Такой Санта-Крус. Интересно, сколько в мире городов, которые называются Санта-Крус? Много, я думаю, что это очень много. Есть разные Санта-Крусы. И сколько в мире городов мест, которые называются Ла-Пальма? На одном этих Канарских островах, ну, там Лас-Пальмас, правильно? Да. И это город Лас-Пальмас, а тут острова Ла-Пальма. Там много пальм, а здесь одна пальма. Да, здесь одна пальма. Очень яркие такие здания, да? Что там? Какие странные выступы. Ага, да. Там не торчат. Это, наверное, эти. Чтобы... Да-да, какие-то балки там, что-то такое, что поддерживает. Пахнет. Знаешь, что тут пахнет? А. Этими, как их называют? Чебуреками. Чебуреками, точно, точно. Да? Очень бахнет. Да-да-да, такими еще, такими яркими, прожженными такими. Когда огонь стоит на котле, не огонь, а масло. Масло, когда кипит постоянно, и уже много-много чебуреков сделано, и масло уже такое черное, и все. Обычно в таких дешевых кафешках в России такое бывает. И вот этот запах этого масла, этих чебуреков здесь отдает. Потому что когда масло, если ты его не застаиваешь, застаиваешь ты, когда работаешь, для себя дома ты не будешь себе... много здоровья портить. Плохим маслом, черным таким же. По-разному, по-разному. Ну, по-разному, да, бывает. Вот, так не пахнет. А когда уже целый день одно и то же масло у тебя кипит, и ты на нем варишь эти чебуреки, естественно. Получается свой разный запах. Существует ресторанчик. Я здесь. Это та улица, где две улицы переходят друг к другу. Иностранщики сидят. Очень много англичан. Очень много здесь немцев тоже. В общем, по большому счету, на этих Канарских островах, вот, если так брать, в основном отдыхают англичане, скандинавы, немцы. Русскоговорящих мало, но говорят, что в последнее время русскоговорящих становится все больше и больше. Просто это место еще, скажем так, еще нету такого наплыва русскоговорящих. Но прирост его идет, если в процентном соотношении брать, идет больше, чем других. И вот вещи. А как-таки, если, конечно, это все правда, все, что мне тут говорят, все, что я слышал, все, что знаю. Мы вновь на эту улицу вышли. Ага, пойдем на набережную. Это как бы опять мы вышли на главную улицу, на эту Арбатскую, так их назовем. Вот, сейчас пойдем, чуть направо пройдемся. Посмотрим, что рядом с океаном у нас. Они эти кубики грузят, кажется. Да? Кубики. Да. Красные балконы. Там было написано балкон из типикос. Типичные балконы. Типичные балконы? Да, вообще прикольные. Да, все. Да, все. она Опять зум скачет. Как я его чуть-чуть шевелю, а он все. Кажется, или он не шевел. Сейчас попробую его поймать. Если не поймается, буду выключать камеру, делать нечего. Перезагрузку делать. Кажется, сдох. Давай, настраивайся. Вот так, друзья. Это камера Sony. 180 евро. Made in China. Так что не покупайте такие камеры дешевые. Потому что будете вот сейчас, как я мучаюсь, вот точно так же будете мучиться, подгонять фокус. Так, вроде бы все получилось. Пойдем. Так, вперед. Идем дальше. А так целыми днями сидят в кафешках, пьют пивасик, разные другие напитки местные. И отдыхают здесь люди. Ну и так же здесь очень много тоже испанцев. То есть, есть иностранцы, но и сами местные здесь тоже отдыхают. Просто иностранцы, они что делают? Они в этот, в этот город приезжают. А? А, маршит, да? Попаялись. В этот город приезжают. Чуть-чуть тут побудут, посмотрят, что к чему пройдутся по этой улице. Так как здесь ничего такого, в общем-то, нет. Прогуляются. И дальше уже едут ближе туда, где вот эти вот красивые места. Где в плане красивых местах пляжи именно. Потому что здесь очень красивые пляжи. Притом черные, черные чисто пляжи. Вот оно еще одно, это дерево. Ну да, это оно есть. Не знаю, вроде, да. А с другой стороны, нет, это не оно все-таки. Это пальма же, видишь? Это же как пальма, правильно? А та, это не пальма. Так, какое-то другое. В общем, не поймешь. Вон там, видишь, сдается или продается, да? Сдается. Сдается. Ну да, здесь вот так. Можно снять за 500, за 600. Нет, за 500 реально здесь квартиру? Ну, за 600, за 700, 800 евро здесь можно квартиру снять. Можно и за 500, но просто какая... Это не то, что квартира будет, а как бы комната такая, можно сказать. Хотя, на самом деле, здесь даже за 300 можно стоить комнату. Ну, если на испанском еще, если ты говоришь, то это вообще не проблема. Ну, если на испанском говоришь, что можно и бесплатно поселиться, найти у кого. Нет, потому что если на испанском говоришь, то тут цены нормальные. Да, да, да. Ты моешь, я думаю, квартиру за 300-400 евро снять себе. Да. Просто из-за того, что туристы, они на английском говорят, то есть понятное дело, что это же другой контингент. Так, есть. Так оно и есть. Так, по улице идете, видите эту надпись, они везде здесь висят. Вот это, как, допустим, в других местах Forend. Здесь вот висит, висят эти надписи, что тоже сдается только на испанском языке. Вот, звоните, спрашиваете, приезжаете, и все, проблем никаких нет. Сложности такой, чтобы здесь что-то снять нет. Если же переживаете, то сначала заказывайте отель по интернету. Booking.com примерно, тот же сайт. Вот, заказывайте отель на несколько дней и ночей. Приезжайте. И пока живете в отеле, ходите, смотрите, где вам больше подходит. Потому что изначально, когда заказываешь на долгое время, ну, на долгое время, в плане, там, на месяц, то хочется же знать, где ты именно конкретно будешь находиться, где море находится, сколько идти, есть ли рядом магазины, там, разные другие мелочи, тонкости. Кто-то, да, может, с детьми едет, то есть, что есть для детей. Кто-то рыбачек хочет, есть ли рыбалка. То есть, вот такие вопросы, и лучше всего просто отель заказать, приехать, потом спокойно прогуляться, пройтись пару дней и найти то, что подходит в самом красивом месте и за подходящую цену. Да, 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 вообще, вообще здесь такие интересные какие-то, они прикольные тем, что они простые. Такая простота, да, белым покрасили, такой, как и звезды. Обычные стулья. Да, 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 обычно такие стульчики поставили. Слушай, это не эта крепость еще одна, нет? Да, это крепость. Может, она уже новая? Не знаю, сейчас посмотрим. Заржавела эта штука. Под тяжестью исторических событий, видишь, она начала гнить, подгнивать. Камни, как видите, здесь черного цвета, это, понимаете, уже, если смотреть, это вулканические, все вот это, все вулканическое. Пройдемся, посмотрим. Все вот это сделано из вулканического камня, все острова эти тоже из вулканического. То есть, они сами по себе, это вулканы, образовавшиеся, не знаю, сколько там, миллионов лет назад, но я могу сказать, что здесь что-то не очень хорошо пахнет, но проход здесь есть. Входа нет, вход на выход здесь есть. А вот, смотри, здесь какая-то тема. Там, там, смотри, наверх, куда? Наверх? А, там мостик. Пойдем посмотрим. Так, я отсюда пойдем? Или здесь нет выхода? Сейчас посмотрим. Ну, давай, поднимайся, я сейчас посмотрю, что здесь. Так, какие-то, друзья, строения тут у нас. Я не знаю, что это, но в любом случае это должно быть что-то старое, древнее и исторически важное. Под мостиком прошли, называется, сейчас перейдем на другую сторону. Какие-то ядовитые мухи летают, кислотные, после таблеток, зеленого цвета. Здесь тоже такой же проход у нас, как я понимаю, с этой стороны только. Посмотрим, что здесь тут. Ну, что там? Он говорит, а тут раньше была круглая конструкция, башня, защищающая от пиратов. Ага, это вот это от пиратов, которые защищают, все понятно. Это крепость. И сейчас французских пиратов придут не письмены. И сейчас они потом перестроили в 1676 году, потому что она была смыть размыто морем. То есть получается этому строению около 500 лет уже, потому что 553, видишь? А, там переделали в 1676, да? Ага, что-то, наверное, осталось, что-то... Надо. А там можно заглянуть, главное не упасть. Да, мостик какой-то подкачивается чуть-чуть. Да, жалко здесь запрета у нас. В общем, там все понятно, такая оборонительная стена, видно море. Да, видно море идет, да. Если оттуда наступают, то отсюда отбиваются. Такие вот вещи. Что ж, пойдем дальше. Двери, интересно, в каком году поставили? Двери, наверное, доисторические. До исторических, в 50-х, да, прошлого века? Этот мост точно будет старше, чем это здание. Этот мост, да, у нас ощущение, что вот-вот развалится. Интересно. Ну, да, посмотри, какой он мост. Он реально без поддержки, да. Такой прогнутый. Пойдем дальше. Видишь, как они везде камни спеют. У меня тут своя фишка. Какой вот это? Ой-ой-ой. Это толстый-толстый, корень мощный. Вообще, какой-то необычный. Не очень толстый. Огромный просто корень, как будто его разнесло. Притом, как будто его на свете как будто разлили его. Ну, то есть, как будто расплавилось. Расплавили, да. Стекло. А сверху, вроде, обычное дерево, не такое что-то. Он прирастает корнями навсегда. Они его, видишь, подрезали везде, обрубили. Смотри, сколько они. Притом, так конкретно обрубили. Вещь тут еще росла. Да. Вообще, корень. Я думаю, если ему волю дать свободу, он здесь... Слончик слоновый какой-то. Ну, серьезный день. Красный цвет машины. Какой? Вот, вот такого цвета надо брать машину. Вот такого. Кадиллак. Такой нежный. Небесного цвета, да. Вообще сильный цвет какой-нибудь. Как голубый, как мечта, понимаешь? Как солнечная Калифорния. Друзья, в общем, буду брать, когда этот... Кадиллак. Эльдорадо. То я постараюсь взять его такого цвета. Что из этого получится, не знаю, но... Буду смотреть именно, в первую очередь, на такой цвет. На худой конец, ворка, прекрасно. На худой конец, шестерку возьмем, да. Битую, да, перебитую. Перегоним. Так, посмотрим, что у нас дальше здесь, в этом Санта-Крузе. Санта-Круз, Санта-Круз. Куда-то мы вышли, кажется, мы на набережной вышли. В той стороне... А, это полицейский участок. Все, я понял, куда мы вышли. Здесь очень красивые места сейчас будут видны. Так, машина разворачивается. Мороженое. Очень мороженое. Или это не мороженое? Бар, смотри, какой бар. Здесь, кстати, очень много таких маленьких барчиков. Вулканизация тут. Основа вулкана. Так, пойдем дальше. Пойдем знаешь куда? Где мы тогда не успели дойти. Помнишь? Где мы? Вон там были, там еще красивые такие места. Да, да, да. Ну, мы до вверх дошли, но потом дальше мы не успели пройти. Сейчас туда пройдемся. Здесь стоит вот этот кораблик. Это кораблик Колумба, если, опять-таки, все правильно говорят. И там, который стоит памятник, оказывается, я вообще не мог понять, кто это такой, но это Колумб. И если я снова вновь правильно понял, то вот этот корабль, который вот вы сейчас видите, он типа, как бы натуральную величину сделал он именно вот этого корабля, на котором, на котором, одном из кораблей, я так понимаю, на котором плавал Колумб. То есть, вот на такой махине он плавал и путешествие. Должен сказать, что для вот этого океана... Чего? А, автобусы, остановка, да, кстати, на столько. В аэропорте есть. То, что нам нужно. Аэропорт нам не нужен, нам нужен этот Мучачус называется, или Мучангас. Мучачус, допустим. Где этот? А вот, наверное, здесь. Есть? Вот, видишь, карта автобусная. Вот Санта-Крусс. Выезжаешь, если надо наверх. Да, просто надо узнать, во сколько начинается. Вот, смотри, 6.15. Ты просто узнай, во сколько у них обхождения автобуса. Вот, вот это же, 6.15, правильно? Мы завтра посмотрим. Просто посмотрим точно, как называется место, и уже будем ориентироваться. Мне кажется, здесь нету этого. Да, должно быть, не может быть. Ну, ты название помнишь, ты говоришь, нет? Да, но нет. Ну, как называется, если ты помнишь? Можду лету, да. Можду лету, да. А вы, где здесь? Просто это карта. Здесь миллион названий. Это что-то идет, как карта Лопалина. Так. Вот здесь вот север, здесь юр. Больше на метро вообще карта похожа. Вот здесь Санта-Крус. Нет. А, ты имеешь в виду, что карта Лопалина, острова. Вот аэропорт. Вот здесь, как карта острова, а это табурент, вот здесь. Ты думаешь? Да. Как называется? Нету тут этого. Табурент называется? Да. Табурент. 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 Табурент? Да, это автобус, мама. Нет, сейчас. Нет. Здесь нет? А, здесь нет. Окей. И нужно идти вниз. На другой остановке. Да, да. Да, да, да. Нужно идти вниз или вниз? Да, 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 да. Тебе идти вниз? babysиться нап remotely? Аманя! Навrell. Отром �ага. Абаха на муще. Абаха. Абаха. На тросте. Да, не здесь. Нhipто приспалу Абаха. Но на кнопку наполосу в Tangур Wright. Это подключено Абаха или на дорогу в Гоу? О 24 separates. Да, еще один пαιд. Окей. Вот здесь. Нету DangerИjы. Спасибо. Мучас, грасис. Все, видишь, теперь понятное дело. Да, здесь, в общем, друзья, на этот Мучангас не идет автобус. Автобус идет с другой остановки, которая находится, где она, сказала, если ты поняла. Абахо, внизу. Абахо, внизу, Абахо, это внизу? Внизу находится. А вот на такой посудине плал Колумб. Это притом в натуральную величину, если верите, конечно. Говорят, что да, в натуральную величину сделано. То есть, представь, вот эта посудина, она на самом деле, с рекой маленькая. Если сравнивать с теми же паромами, да, которые сейчас. И вот он в этом океане, вот, бороздил этот океан. Ну и кроме этого, он же не один еще был, то есть, у него там охрана, сопровождение. А, вон, наверное, в комнате. А? Да, в окно. Да, 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 да. Так, этот зунг лучше не трогать, а то сейчас опять соскотчет. Ну да. Так, пойдем вперед. Вон там он стоит, в шляпе. Да, я думаю, мы туда еще пойдем, вон в этой, в треуголке. Толпак мой. Так, вроде фокус нормально, идем дальше. А вот петухи у нас. Здесь огромное количество вот этих петухов водится вот в этом месте. Но сейчас в данный момент он только один. Но вообще, а нет, не один, вон там, видите, вон целые. Их там один, два, три. Здесь четыре. Ага, да, да, везде орут. Поднимают своих этих. Так, пойдем вперед. В прошлый раз, друзья, мы здесь уже делали прогулку. И дошли до этой крепости там в одной. А потом вспомнили, что оставили сумку в магазине. Вот, пришлось возвращаться. Но главное, что сумка была на месте. Потому что там были документы. Вот сейчас, я надеюсь, таких глупых ошибок. Вообще, это было удивительно, что эту сумку оставили за все время вот этого путешествия. Конечно, разные вещи бывают. И что ты забываешь, и что только не случается. Но именно вот такой вот, именно такой забывчивости, чтобы просто взять и на ровном месте вообще никакого там стресса не было. Никаких-то движений не было левых. Просто обычно гуляли, обычно зашли, обычно оставили. Вот, это, конечно, удивительно. Это первый раз вообще был за все это путешествие. То есть, еще раз говорит о том, что не обязательно в каком-то стрессовом там бегущем состоянии находиться, чтобы что-то забыть. На ровном месте у тебя может память раз, отшибить. Даже не память, а вспоминалка. Вот, и все. Можно остаться без вещей. Но мы пришли обратно в магазин, и там работница магазина улыбается, говорит. Все прекрасно. Чего? На, пойдем-пойдем. Все, говорит, хорошо. Ваши вещи на месте. Вот, отдала вообще вещи, за что ей, конечно, огромное спасибо. Такие вот вещи происходят. Так, вот эта крепость у нас. А вон там наша деревня. Я уже знаю. Лунная долина называется. Вон то место. Деревня, где мы сейчас живем. За 500, кажется. Сколько этот 500 же стоит, то, чтобы платить в этой деревне? 400 стоит? Не 500 даже? Да, на 400. Ну, еще с этим... Ну, всего, вот полностью. 400. 460. 460, ага. В общем, вот за эти деньги снимаем верхний этаж. То есть, это я говорю к чему? Что за эти деньги, за 400 евро, за 500 евро, здесь можно снять жилье спокойно и жить. Это в той же Москве, допустим, за штуку евро можно с трудом какую-нибудь однокомнатную снять, и то далеко не в центре. Да, вот здесь мы были. Но мы дальше не пошли, потому что дальше мы вспомнили, что сумку оставили. Посмотри, сейчас ничего не забыли мы? На всякий случай. Мы никуда не заходили. Ага. Нельзя было. Было сиеста. Сиеста. Да. Такая вот крепость. По большому счету, этот городочек получается вообще небольшой. Вот он лежит. Потому что вон туда дальше, вон, это наша деревня, вон, лунная долина, которая туда дальше уже идет что-то другое. А это идет, это и есть деревня. Вот же эта деревня наша, правильно получается? Смотри. Наверх. Вон это лунная долина, вот это вот кусок горы. Вот это круг, и наша деревня там внутри. А, наша деревня внутри. Так? А смотри, там дома наверху. Это выше. Это уже выше, да. Наверное, таким образом можно забраться наверх. Смотри. Да, да, да. Видишь, идет вот эта дорога туда, куда-то вверх. как раз на тот мыс да так есть и нам надо будет туда пойти узнать что там заодно мы узнаем что у нас на этой горе которая свет вот а сам с город санта-круз вот он получается вообще небольшой вот да вот вот центр города как бы несколько кварталов туда-сюда не все потому что в той стороне уже начинается как это место было с конка хозда там очень красивые места друзья на самом деле просто волшебные такие места все записал вот в той стороне находится конка хоз и чем туда дальше идешь до конца я не знаю что будет если пойти но чем ведешь тем очень красиво там реально очень красиво ветер дует так пойдем дальше в этот раз не будем здесь делать пойдем да пойдем все посмотрим что там не были еще истина я знаю одну вещь что у меня же 49 минут я уже записываю видишь скорее всего у меня это 2 будет дело в том что в этой камерой своя какая-то свой прикол он что делать он записывает то ли 29 минут или 30 лет я сейчас точно не помню и потом видео сама открывается да то есть она не сам не все равно не будет полным вот у меня сейчас это видео которое я записываю как бы мы сейчас одну одно видео идем правильно на самом деле она уже получится 2 у него есть отрезок времени почему-то опять-таки эти камеры непонятно очень да 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 нас так есть я уже в этом увиделся несколько раз я записывал раз просто но в любом месте чикки обрывается и все интересно знание когда дам лопаешь это радат какой-то может с этими связано может европейский центр какой-нибудь программа оператив канале это видишь вот эти вот то что они вкладывают в европой не в европа евросоюз на развитие разных мест данном случае я так понимаю что здесь что-то они тут строить что-то вкладывают вот это здание видать они то ли отреставрировали то ли что-то они с ним сделали евросоюз евросоюз я не стал вложил по всей кстати европе такие вещи происходят особенно я заметил ну как заметил не сказали в этом в польше там очень много они вкладывают европы там много очень строит развивается поэтому страна испании прям такого прогрессирующего развития не сказал что есть туда вон дерево лишь их делить так что это дерево которое она там говорила самое большое древние да это тоже но они же и самое интересное они же на самом деле не знают этого то есть там же нельзя посчитать одни говорят 200 лет другие говорят сто лет третий говорят 50 тысяч лет то есть там каждый как у кого фантазия работает сюда пойдем смотрим что тут все тихо вон там город очень красивые это автомобили к бельда с церковью а ну вот какая-то церковь видишь я не знаю что это но здесь красиво лавочки деревья очень прикольный вот такие красивые места в этом мире плаза для инкарнации видишь вот эта инкарнация 5 них интернацион у них распространено очень это инкарнацион я заметил и мадриде и здесь на канарах и других местах интересно что лавочки наполовину главное железные сделаны наполовину все-таки деревянные и и м что у нас в этой стороне а тут уже спуск идет к часе точно здесь спуск там птица какая-то бьется Вот такие вот дела. Пойдем дальше посмотрим. Так, куда же здесь лучше пойти? Можно туда пойти. Можно вот сюда пойти. Пойдем по этой тропиночке. Смотрим, чем живет деревенский. Деревенский. Деревенские дети. Деревенские дети. Деревенские дети. Деревенские дети. Деревенские дети. Очень развивает игра. Очень хорошая. А вон папайя растет. сад вот такой вообще класса сад с авокадо это наверно в Таиланде тут есть тоже авокадо тоже есть интересно здесь этот домик такие вообще странные вещи тут иногда вот смотри вот это даже да вот вода набирается получается и потом она дальше уже идет так давай отойди в эту сторону может здесь комендантский час комендантский час для пешеходов может только на машинах можно есть перцы маленькие пересохли бананы даже где банан а вон там папайя дальше что за маленькие кустики это тоже наверно что-то может эндюр не знаю пересохли петухи раскукарекалиста на той стороне пересохли пойдем там тоже огород угу у них огороды как видишь расположено они их выравнивают и как вот так площадками делает и как вот так площадками делает а это здорово а нет это не тыквы бутылка какой-то перерос банан канарские бананы что это за деревья не то что это полезно как вот эти деревья так ну вот так тоже чтобы они должны росли не выросли да что-то должно быть вот красиво да везде у них вот так вода накапливается и отсюда она уже идет смотри на эту на поршение поливания вот и ничего себе да точно что вороны не ели или чтобы не своровали а точно точно смотрим вообще прикольно да везде бананы растут интересная тема у них эти бананы канарские они по размеру меньше чем вообще в юра вообще стандартно стандартный еврей банан должен быть больше 15 сантиметров вот по крайней мере так сказали нам и из-за того что эти местные бананы не не такие стандартные не подходит под этот стандарт поэтому их не возят в европу да здесь все в бананах этих бананчики вот но зато продают здесь и они вкусные реально на самом деле бананы вкусные правда они продают зелеными потому что ну бывает и такими да но в основном они все зеленые потому что ты их покупаешь чтобы он еще успел чуть-чуть у тебя вообще чтобы не гнили одним словом магазине какие у них вещи происходят тут вот вообще все что здесь натуральное как бы растет оно здесь реально вкусное особенно эти помидоры очень вкусные но помидоры тоже так как в последнее время евросоюз закупает помидоры в других странах в марокко если точнее говорить то есть раньше в испании закупали на канарских на канарах закупали точнее потом стали марокко закупать из-за того что там дешевле типа получается вот поэтому канары остались без дохода из-за этого очень сильно прекратилось в большом количестве выращивание этих помидоров то есть уже нет этих огромных плантаций которые здесь посмотри как они здесь смотри сколько цветов тут ну и собачка ну тузик ну ты-то хоть не гавкай все нормально да нет смотри какой хороший это единственный хороший пёс который не гавкнул очень надо ему руку дать молодец это все маленькое молодец он знает что мы свои молодец вот хороший вот такой хороший вот такой покормить тебя нечем но молодец это реально единственный пёс который когда мы проходим не гавкнул да я ему память я ему памятник поставлю нерукотворный надеюсь он и не научится а ничего себе здесь вниз такие эти растут в общем мы все выше и выше забираемся это хи слышь как разошлись тут какие тут крыши ага тут на крыше можно сделать еще кафе открывать да 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 посетители будут на вертолетах подлетать да нет эксклюзивное такое кафе но оно должно быть тогда очень очень дорогой и там только вон белье сушится ну да надо что-то там хотя бы сделать столики комнату какой-нибудь лаунч такой с диванчиками загорать ну вообще да почему бы нет можно стол поставить ужинать там допустим можно спокойно на этих а вон там сколько мест видишь желтые такие дома да 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 это место там точно можно кафешку открыть большую с лежаками про солнце никто не мешает тень тени нет ну да мы кажется чем дальше идем тем больше сейчас какие джунгли попадем но видишь этот остров он реально зеленый смотри по сравнению с другими тут реально много зелени есть ух ты ничего себе так сейчас я это приближу я надеюсь потом этот зум у меня да тут еще вот интересные вообще они там четко живут так пойдем дальше ну видать там свои подступы с той стороны есть вон видишь там дорога сверху идет туда друзья вот так вот потихоньку потихоньку поднимаемся и дошли до какого-то уровня а здесь спуститься можно смотри да отлично вон видишь здесь плантация полностью идет смотри то ли банановые то ли при том решет чтоб ты не раздал шакал да шакал поставили колючие проволоки эти все поставили надеюсь что топ не провели да здесь банановый бананка плантации что ж мы пойдем дальше что у нас так в общем сейчас куда нам пойти то вон там наш магазин находится где-то здесь магазин какой наш магазин в котором уходим ну наш магазин большой или маленький ты между супермаркетом да нет это вообще другая улица какая арка а вон то ага точно да 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 ну тогда он там находится он на той стороне получается эта улица она вот так туда идет да мне кажется что это вообще не то это вообще вообще не то это там находится там нет нет да ты думаешь мы же прошли вот оттуда понимаешь мы же вот так прошли да ну там же находится мы же пришли сюда здесь здесь мы не ну пойдем посмотрим она не просто не может как сказать находиться здесь в принципе конечно все может быть ну ну сейчас посмотрим а эти арки смотри это не просто арки какие-то это видишь вон с горы горы да это очень интересная вещь только специальные арки специальные арки да что за специальные арки только непонятно да ну это что-то они проходит же там или вода вот эти помнишь как они назывались акведуки эти только здесь он он же не такой какой-то другой или просто это что-то соединяет так ладно пойдем тогда дальше туда вверх пока не будет взбираться потому что у нас так сколько у нас это батарейки кстати да батареи у нас мало осталось и вечер уже какое тут грязное поле ага то есть получается если как ты говоришь вот эти дома это та улица правильно только с той стороны так же то есть мы сейчас здесь вот так пойдем пойдем вот туда то мы уже должны выйти вон в тот магазин правильно пойдем посмотрим что это не это который мы видели нет а нет это там может быть это их просто это пристройка они сдают да вот именно ее они сдают нет они сдают вот эту ниже вот это сдают вот это сдают вот это сдают локал визитанты написано там что сейчас есть м вот вот не знаю даже что и так думаешь вот это лук вроде бы нет но только такой местный какой-нибудь канарский . а вот это смотри здесь видишь маленькие такие штучки вот здесь видишь они все-таки за своей землей вот что они говорили они ухаживают за ней они вот смотрят даже смотри вот какие показать кажется от какие условия здесь совсем вот сколько им воды нужно чтобы вот это выросло они же постоянно это поливают 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 сколько нужно трудов но они все равно это делают вот что удивительно вообще прикольные здесь балконы на 1 стра на вострились что же от не хотят думать это типа окраина города у нас чертанова сейчас идем или по биберево а вот интересное строение надо узнать что они из себя представляют вообще для чего они таким образом там стоят арки эти ну что-то они точно делают для чего-то они в любом случае или здесь может быть сейчас они никакой функции не несут но возможно может быть и несут собачки везде канарские острова это у нас собачьи острова ну все все ладно тоже мне вспомнил что ему все-таки надо по один раз хотя бы полаять продавцы каких-то этих продавцы каких-то этих может быть это арка и ведет на ту сторону знаешь как может быть вообще по идее смотри в той стране вы было также значит это арка вот так ведет заворачивать налево и должен быть еще одна арка который ведет в ту сторону понимаешь вот пойдем посмотрим если там можно ходить то мы пройдем если нет то вернемся здесь там тоже арка есть видишь этих арок здесь валом посмотри там наверху какое-то строение труба как а у лишь арка это тоже арка смотри наверху наверху видела вот это вот вообще прикольно да машина туда заехала да 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 и как они сделали через так сейчас посмотрим и потом если что пойдем туда пойдем потому что если смотри мы вышли оттуда эта арка должна вести оттуда все вперед если там прохода не будет для пешехода пойдем обра по этой обратной дороге все эти проблем кроме всего этого возможно здесь восстанавливаются которые идут на этот на баха сказала а внизу ну да в принципе зато можно здесь останавливаться автобус который идет нашу деревню да вот он вот видишь если что на нем обратно поедем все а здесь вообще интересно смотри какие тут вещи открываются вот так вот чуть от города отошел точнее даже в чутки города уже совсем другие красоты так посмотрим что здесь большой лето туннель можно ли здесь проходить мне кажется что можно а он все нормально вот это я понимаю туннель смотря не для пешеходов сделали видишь это просто замечательно а то эти туннели которые вот европе когда их проходишь они там нас и начинаются эти скорые полиции какие-то непонятные вообще неизвестный миру организации начинает тебе подъезжайте что-то мозги делать а тут нормально сделали для людей чтобы не только машины могли проехать человеку что же надо бывает иногда именно вот так пройти а не где-то там наверху грамотный подход на канарских островах могу сказать что они его эти покрыли специальным материалом покрыли да 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 потому что этот это это вулканический да он же может падать не видать его там заделали забетонировали и потом еще этим покрыли я думаю они взяли какие-то как-то железные может быть с вами палки да 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 ну да да все правильно я говорю я могу с закрытыми глазами вообще в любую точку мира если ты меня выкинешь я просто над одной ноге я даже могу дойти так что профессиональный этот профессиональный gps стоит уже я даже знаю сколько вот сейчас шагов надо сделать чтобы дойти до допустим до эйфелевой башни вот этих канарских островов и в каком направлении двигаться но я имею ввиду по морю если идти даже через океан и сети так сейчас посмотрим что у нас тут вообще надо будет в ту сторону нам пойти сейчас у нас уже так сколько осталось восемь минут причем я на камере осталось записи записи так друзья пока буду выключаться похоже на связь совершили такую маленькую прогулочку по нашему городу санта-крус зайдем в этот магазин так как уже вечер наступает тихонько будем загуляться на сегодня но места очень красивые ладно пока все смотрите анзор тв двигаемся в голливуд солнечную калифорнию находимся на канарских столах и вот пока и Продолжение следует...